Друзья, всем привет! Вы на канале Китаец Отличился. Меня зовут Руслан. Сегодня у нас очередная замена дисплейного модуля. Давайте выберем аппарат. Наверное, это будет у нас Samsung. Вот в таком печальном состоянии. Samsung модель J260F. Для не особо одаренных. J-Core. J2 Core. Вот так вот. Дисплей у нас вот в таком печальном состоянии. Это у нас AMOLED матрица. А может, OLED хрен его знает. Я даже как-то не вникал. Знаю, что это в подсветке. 100% либо OLED, либо AMOLED. И приобрел я вот такой дисплейный модуль Profi. Еще меня шокировало. И да, 100% оригинал. Это AMOLED дисплей. Ну, я это хрен его знает. Ну, не вникал. И ценник у него полторы тысячи рублей. Где вы еще видели оригинальные дисплеи на Samsung за полторы тысячи рублей? Я не знаю. Я не видел. Может быть, кто-то видел. Пишите в комментарии. Буду рад почитать. Но пока ссылку для вас я оставлю, конечно, на Алиэкспресс, чтобы проще купить. Как бы, Profi-то не у всех есть в городах. А Алиэкспресс возит в любую жопу мира. Поэтому ссылку на Алиэкспресс. А так, если Profi есть у вас в городе, ну, милости прошу в Profi. Вот, купил полторы тысячи. Даже чуть дешевле, мне кажется. Я его уже проверил. Он полностью исправил. Проверять не будем, чтобы не тянуть время. Довольно редкая модель, честно говоря. У нас по всем магазинам я смотрел только в двух. Вот в Profi и в лавке есть. Но лавка не работала. В воскресенье было. А, суббота была. Да, суббота. В субботу лавка тоже не работает. И пришлось купить мне Profi. Profi работает, мне кажется, без выходных вообще. Блин, ну, как вот можно так развивать телефон? Вот, смотрите. Как будто по нему плясали. Просто это нечто. Я, блин, многое, конечно, видел. Ну, зачем вот так-то это делать? Вот сейчас, ну, чтобы это снять. Сепаратор я так же не купил все еще. Все в планах, все в планах. Хочу произвести сепаратор. Надеюсь, с YouTube накопить. Чтобы деньги свои не вкладывать это. Потому что, ну, жалко мне. Ну, а тут по ходу дела не IPS-ковая, не Amoledka, а IPS-ковая. Просто очень тонкая, да? Давайте вскроем, посмотрим. Мне прям стало интересно. Есть подсветка, есть подсветка, есть отражатели. Это у нас IPS-ка, товарищи, извиняюсь. Но вот это оригинальный дисплей. Потому что он прям точно такой же, тоненький. Видите? Дисплей оторвал, а все, что по краю, оно осталось. Что мне нравится в этих самсунгах? Дисплей меняется вообще в три шага. Ну, конечно, никогда он так разбит. Даже не надо его разбирать. Оторвал дисплей, открыл крышку со шлейфом. И тупо вытащил дисплей. Откнул туда новый. Ну, когда вот так сильно разбито, приходится маленько попотеть. Сейчас. Я думаю, руки у меня будут все изрезаны. Был бы сепаратор, было бы проще. Но, увы, сепаратора не мар. Купил блок питания новый. Кто не видел, там на канале есть видео по распаковке. Отличный. Цена хорошая. У нас профи гораздо дороже. На канал, зайдите, установите. 30 вольт и 10 ампер. Отличное блок питания вообще. О, чуть в шар не прилетело. Блин, ну летает хорошо. Благо, скотч хороший. Двухсторонний. Он прям держит осколки на себе. Что они не остаются на рамке. Потому что у меня, по-моему, с собой щетки нету. Я вообще так спонтанно собрался на работу. Сегодня схватил с собой вот эти вот аппараты, которые мне еще раз собрать. Потому что завтра хочу отдать их. Поэтому ни хрена у меня с собой нету. Вот столько осколков. Блин. Ну. Руки бы не перерезать, конечно. Давайте сейчас мы запропанулим это дело все по рамке, по кругу. Вообще рамочка без осколков осталась. Осколков я на рамке не вижу, но грязная очень сильно. Очень сильно грязная рамка. Видимо, попадает сквозь щели сюда грязь. И знаете, что еще заметил? Дисплей не был приклеен снизу. На сам корпус. Это что-то новенькое. Обычно клеят прям вообще хрен оторвешь. Прям грязище такая аж не смывается. Ну, как-то так. Клей весь ушел. Осколков нету. Давайте примерим дисплейный модуль. Сядет он, не сядет как оригинальный. И так. Так, вот так. Блин. Ну, он сюда идеально сядет. Только, по-моему, корпус кривой у телефона. Возможно, ошибаюсь. Но, скорее всего, нет. Корпус у телефона кривой. Причем довольно-таки сильно кривой. Это не видно, но он вот так выгнутый. Поэтому, блин, придется поддавливать маленько. Ну, надеюсь, не лопнет. Надеюсь. Так что. Так, давайте. У нас уже все обезжирено. Там я обезжиривать не буду. Потому что выяснили, что это у нас все-таки IPS. Можно так случайно залить подсветку. Из-за пропанолом. Это все херня, что говорят, что он не заливает подсветки. Он очень хорошо заливает подсветки. Да, потом часть выветрится, конечно. Но большая часть... Так, клееную мысль не видно еще. Большая часть из пропанола оставит о себе следы подсветки. И будет прям очень видно. Я так один раз лоханулся с планшетом самсунгольским вроде. И налью-то маленько по краешку, чтобы разобрать. И попало в подсветку. Прямо, ну так по краям тоже. Попало-то немного, а на вид это влияет очень-очень сильно. У нас здесь нету ни кнопки, ни... Низу-ценсорных кнопок нету. И меня, кстати, кое-что напрягает. Написано было, что оригинал. А надпись Samsung у нас заклеена как на китайском. Так, клея. Что-то я маленько клея пожалел. Скупой какой-то стал. Давайте клея маленько побольше. Рамочки все-таки позволяют клея нанести хорошо. Здесь еще можно добавить. Так, где динамик сильно не будем. Камера где тоже сильно не будем, чтобы не завить. Шут, нравится его забирать, ничего не надо. Оторвал дисплей. Чепок его туда. Все, готов. Сейчас стягиваем. И отзваниваемся клиенту. Отдаем. Сейчас проверим сразу только. Для начала. А то мало ли. Блин, но попасть шлейфиком, конечно, тут... Опять, как всегда, проблематично. Потому что шлейфик маленько не ровно приклеим там. Попали. Попали шлейфиком. Так, берем заглушку. Сразу воткнем. И давайте на старт его сразу кинем. Он, кстати, долго... Да, он долго включается. Но дисплей действительно оригинальный. Потому что китайские так не ложатся дисплея. В этом я уверен на 100%. Давайте оскобочки пока в пакетик скидаю, который у меня с ним шел. Такое адское развитие. Оба стартанут. Так, сейчас проверим яркости. Так, сейчас потом почистим. Так, тач отзывается. Яркость у нас, так, зарядка севшая. Яркость максимум. Яркость прибавляется, убавляется. Давайте белый фон. Белый фон у нас идеально. Ни засветов, ни пятен, ничего. Ну, тут зарядка села. Она, вижу, мигает. В принципе, дисплей довольно-таки неплохой. Возможно, правда, даже оригинальная марка состоит. Но, скорее всего, какой-то переклей. Возможно. Это не то, что, но возможно, переклей. Блин, ну мне нравится, товарищи. Вот такой был у нас сегодня ремонт. Это был Samsung J260F J2Core. Довольно редкий гость в ремонте. Для вас ссылочка на Алиэкспресс в описании к этому видео. Вам спасибо за просмотр. С вами был Услан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. До новых встреч. Пока-пока.